Встреча в Сочи была промежуточной, однако позволила обсудить вопросы создания Азербайджана Армянской комиссии по делимитации и разблокированию границы, заявил Вести о старший научный сотрудник Российского института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Причин. Самым важным результатом этой встречи была сама эта встреча. Мы видели, что переговорная динамика в последнее время застопорилась, попытки вернуть ее с российской стороны в трехстороннем формате на 9-10 ноября не увенчались какими-то серьезными успехами. Возникало такое опасение, что в трехстороннем формате уже сложно будет чего-то добиться, учитывая каким образом та же Армения легко согласилась на формат при посредничестве Европейского Союза, стараясь всячески подходить гибко к поиску иных площадок для снижения давления на себя по имплементации перемирия, заявил Причин. Он подчеркнул, что сам формат – отдельные встречи президентов и трехсторонняя встреча. И сколько времени она заняла указывают, что все-таки обсуждались проблемные вопросы, по которым у сторон разные взгляды и подходы, шел поиск выработки компромиссов. По самой встрече, мы не можем сказать, что она была прорывная и позволила разрешить целый комплекс вопросов, которые стоят сегодня на повестке дня. Но заявления итоговые и те решения, на которые намекали участники встречи, показывают, что прогресс в переговорном процессе есть и есть определенные решения, пояснил российский эксперт. Он выразил мнение, что это по большей части была промежуточная встреча, которая позволила обсудить и проговорить те механизмы, которые будут касаться вопросов создания двусторонней Азербайджана-армянской комиссии по делимитации и разблокированию границы. Я не согласен с тезисом о том, что разблокировка коммуникации невозможна без процесса демаркации и делимитации. Ведь не на всех участках делимитация и демаркация необходима для разблокировки границы между двумя странами, где-то они более-менее установлены, подчеркнул причин. Политолог указал, что существуют участки границы, по которым меньше всего вопросов. Их можно в первую очередь делимитировать. Приоритетными сделать те части границы, где планируется открывать коммуникации, добавил эксперт. По его словам, процессы делимитации границы и разблокировки коммуникации могут идти параллельно, потому что делимитация – достаточно долгая и трудоемкая процедура, так как требует вовлечения целого комплекса специалистов и согласования и компромисса по каждому из участков. Соответственно, это будет двусторонняя Азербайджано-Армянская комиссия, которая будет согласовывать каждый участок, исходя из существующих карт и реалий, которые сложились на земле, искать компромиссные варианты. Открытие коммуникаций – это все-таки вопрос экономический. Он требует решения выбора маршрута и запуска, открытие дороги, резюмировал Причин.